Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя тема называется «Горькие воды» и вопрос, который звучал вчера. Чему научил израильтян опыт спасения на Черном море? Спасибо за вашу активность, за ваши ответы и комментарии. Ну, на самом деле, сегодняшняя тема показывает, что основная масса евреев так ничему и не научилась из этого опыта, чудесного, удивительного опыта. Когда они прошли по дну моря, воды стояли стеной по обе стороны, и затем, когда они прошли, а египтяне погнались за ними, то эти воды сомкнулись над египтянами, над их врагами. И таким образом Господь погубил их врагов и освободил Израиля. Ну, окончательно освободил их их рабство. Удивительное чудо. Но мы узнаем из сегодняшней темы, что, оказывается, евреев это ничему не научило. А текст для изучения сегодня «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син, путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». Исход 17.1. Ну, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь разочаровывались боги? Когда вы испытывали явное божье вмешательство, водительство в вашей жизни, все, казалось, складывается хорошо, у вас все, все проблемы решаются, и вы чувствуете, что Бог ведет вас в определенной ситуации, в определенном вопросе, Господь руководит вашей жизнью. Вы чувствуете, что вы как бы с Богом, Бог о бок идете, что Господь покровительствует вам, что Его рука над вами, все складывается хорошо. И вдруг, все вдруг рушится у вас прямо на глазах, как карточный домик, все разваливается. И вы испытываете горькое разочарование. Бывало ли у вас такое? Другими словами, Бог когда-нибудь поил вас горькой водой? Когда радость сменяется разочарованием, растерянностью, и вы не знаете, что случилось, и в голове только одна мысль, Господи, а что это было? Что это такое? Как это понимать? Господи, где ты? Ты со мной? Вообще ты есть? Ты живой? Что со мной не так? Что с тобой не так? Что с нами? Что в наших отношениях не так? Господи, я не понимаю, все рухнуло. Ну, пресловутый Иов, да, мы сразу вспоминаем его. Вот в его жизни действительно так произошло. Все вроде было хорошо в его жизни, все складывалось замечательно, он был благословен, он был благословением для других. У него была прекрасная жизнь Бога, он был праведником, и своей праведностью он оказывал сильное влияние на других, на свою семью в том числе. Но вдруг, во мгновение, в один день все рухнуло, вся его жизнь рухнула, он потерял все, что имел. А потом еще в один день он потерял и здоровье свое. Ну, может быть не с таким драматизмом, но каждый из нас испытывал нечто подобное. Я думаю, что каждый из нас испытывал. Каждый человек, который пытается строить с Богом искренние и честные отношения, рано или поздно испытывает и разочарование, что Бог не оправдывает наших ожиданий. Бог не оправдал наших ожиданий. Что тогда делать? Как быть? И вот давайте мы с вами прочитаем этот текст из книги «Исход». Книга «Исход», 15 глава, описывает этот опыт, который пережили евреи. «И повел Моисей израильтяна Черного моря». Помним, да, что произошло на Черном море. Вот это удивительное событие, это чудо. И после этого они вступают в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне и не находили воды. Представьте себе, три дня. День за днем они идут, нет воды, им хочется пить, они жаждут, дети хотят пить, дети ноют. Наверняка взрослые молятся, спрашивают, просят Бога, Господи, реши нашу проблему. Приходят в меру и не могли пить воды, то есть там была вода. Они обрадовались, кинулись к этой воде, попробовали ее, а она оказалась горькой. Горькое разочарование в самом прямом буквальном смысле этого слова. Не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? По-еврейски означает горечь. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, не попросил, а возопил Господу. И Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкая. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное предачами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я Господь, Бог твой, целитель твой. Господь начинает выдвигать условия. Я буду благословлять тебя, да, но ты должен будешь слушаться гласа Господа, делать угодное, обнимать заповедям, соблюдать все уставы. И далее, говорится, они пришли в Элин, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при воду. Здесь-то они почувствовали благословение, облегчение, наконец-то долгожданная вода. Итак, друзья, мы порой удивляемся, почему евреи были такими маловерными, почему они были такие малодушными, почему так быстро они начинали роптать, жаловаться и отворачивались от Бога. Почему? Они однажды воскликнули даже, есть среди нас Господь или нет, в конце концов, почему с нами такое происходит, почему такие проблемы. Но проблема-то в том, что чудеса, которые мы читаем в исходе книги чисел других, книги Галеби, Второзакония, мы читаем чудеса, которые происходили в их жизни, они были эпизодами. А между этими эпизодами были долгие дни странствий, когда не было воды, не было нормальной еды, не было нормального пристанища, была жара, каждый день изнурительная жара. Представьте себе на месте этих людей, как бы вы чувствовали себя, и что бы в ваших мыслях происходило, когда вы привыкли жить, вот как они привыкли жить в Египте, в нормальных домах, вода была тут же под боком, то есть или из колодца, или из реки, можно было всегда начерпать сколько надо. И еда была там, и они перечисляют, да, эти овощи, фрукты, которые они там ели, и все, а в пустыне они были обречены уже жить без этого. И мы знаем, что на 40 лет они забыли про, я не знаю, апельсины там, мандарины, бананы и все остальное. И бананы в пустыне. И фактически в основном их жизнь была хождением по пустыне. Мы порой не отдаем себе отчет об этом. И если бы мы попали в их ситуацию, то не знаю, что происходило бы с нами. И когда тебе нет даже воды попить, да, когда нет нормальной еды, к которой ты привык, то что польза от этого столба облачного, да, это красиво, это прикольно, это интересно, да, столб облачный, а ночью он еще и светится. Но когда у тебя день за днем нет воды, и ты переживаешь, у тебя там сопасы воды иссякают, ты думаешь, что будет завтра, и ты не можешь нормально наесться, как ты привык и хотел бы. И ты тогда начинаешь думать, может быть, это столб, ну, это какой-то фокус, может быть, Моисей научился извлекать огонь из воздуха, и, а есть вообще этот Бог или нет? И таким образом, друзья, в чем заключается главный урок этой истории и сегодняшней темы, главный урок, которому Господь хотел научить народу, верить в Божье присутствие, даже когда все идет не так. Друзья, этому должны научиться и мы с вами, верить в Божье присутствие, даже когда все идет не так. Иисус сказал, блаженны невидевшие и верующие. И давайте будем такими, людьми, которые, может быть, немного видели чудес своей жизни, но способны верить, доверять Богу, Божьему Слову, и доверять все-таки тем опытам, которые уже мы с вами пережили. Господь провозгласил, что ты и я, чадо его возлюбленное, в котором его благоволение. Будем доверять этому, даже когда сатана испытывает, искушает нас и говорит, а неужели Господь, действительно всемогущий Бог, является твоим небесным отцом? Неужели Он забудется о тебе? Посмотри, как ты живешь, посмотри, что в твоей жизни происходит. Будем доверять Богу. Отец наш небесный, мы благодарим тебя за горечь разочарования, которые допускаешь в нашей жизни, потому что именно в эти периоды нашей жизни, в эти моменты у нас есть способность подняться выше. У нас есть способность сказать, Господи, даже если все изменит в этой жизни, даже если не станет овец в загоне и рогатого скота в стойлах, как восклицает Абакум, даже если в нашей жизни все пойдет, мы будем продолжать верить, то ты, Бог Голгофы, ты всегда останешься сам. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал за всех нас, как не дарует нам с Ним, вместе с Ним, с Иисусом Христом и всего, всего, всех небес, всех небесных благословений. За это тебе слава и благодарность, Отец Небесный, хвала тебе и честь во Ветху, во имя Иисуса. Аминь. Друзья, напоследок вопрос. Как вы думаете, а все-таки какая реакция со стороны Израиля была бы уместной и правильной? Когда они через три дня, когда они три дня странствовали по пустыне и у них не было воды, вдруг они бросились, увидели эту воду, попробовали, она оказалась горькой. Вот какой должна была быть их правильная реакция? Поделитесь в комментариях, а мы прощаемся с вами. До завтра. Продолжение следует...